Большинство депутатов Сейма не поддержало предложение ввести сниженную ставку налога на добавленную стоимость на кисломолочные продукты . Предложение о внесении поправок в закон об НДС предусматривало применение сниженной ставки налога на добавленную стоимость в размере 5% на кисломолочные продукты без добавок, а также молоко, хлеб, свежее мясо, свежую рыбу и яйца. За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 114 новых случаев заболевания COVID-19. В целом, с начала пандемии в стране проведено 378 190 тестов на COVID. Заболевание было подтверждено у 3056 человек. 1329 персон выздоровели, болеют 1727 человек. С марта по сегодняшний день число заболевших COVID-19 в Дагуэпилсе достигло 277 человек. В стационарах страны на данный момент количества 70 пациентов с COVID-19. Вчера были госпитализированы 4 человека, 9 выписаны. В тяжелом состоянии в настоящее время находится 9 человек. В 2018 году в Дагуэпилсе реализуется программа асфальтирования проездных дворов. В рамках этой программы в этом году обустроены дворы на Новом Форштадте и микрорайоне Северный. В настоящее время ведутся интенсивные работы на новом строении. В этом году мы также выполняем тот план, который мы изначально утвердили. Дворы, которые совсем недавно мы отремонтировали на Новом Форштадте, уже это факт. А сейчас заканчиваем мы работу уже на новом строении во дворах по улице Ароду, 98-104А, где уже сейчас укладывается нижний слой асфальта. И планируется, что в течение недели будет уложен также и верхний слой асфальта. Параллельно по проекту ведутся у нас работы в микрорайоне Северный по улице Вальню 33-33А, где в ходе проекта мы строим новую ливневую канализацию, новое освещение, расширяем проезжую часть, а также строим новые автостояночные места. Планируется, что все эти работы будут завершены до конца октября и успешно будут сданы в эксплуатацию. При реализации программы асфальтирования проездных дворов, вся работа полностью финансируется из городского бюджета. Приоритетными являются территории, около которых находятся дошкольные учреждения. Этот год является третьим и последним в периоде планирования, включенном в программу, но проездных дворов, нуждающихся в реконструкции, в городе еще немало. Поэтому председатель Далгопольской городской думы Игорь Прилатов поручил Управлению коммунального хозяйства разработать план на следующие три года. Он будет принят в ближайшее время. В ближайшее время на комитетах мы будем рассматривать вопрос об утверждении нового плана ремонта дворов. План уже разработан и утвержден мною, но необходимо его по процедуре согласовать и с депутатами хозяйственного комитета. Самоуправление планирует продолжить и другие программы, направленные на восстановление дорожного покрытия и улучшение инфраструктуры на улицах в дворах города. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Далгопольской городской думы. Несмотря на то, что на дворе осень, работы по ремонту крыш многоквартирных домов, находящихся на обслуживании по ЖКХ, продолжаются. И одним из таких объектов является многоэтажка, расположенная на улице 18 Новомбра, 173. Но сегодня работники фирмы были вынуждены взять паузу в исполнении этого подряда. Причина произошедшая с 14 на 15 октября на крыше дома – преступление. Сотрудники аварийной службы зафиксировали, что отверстия взломаны. И сегодня мы узнали, что инструмент строительной компании, которая ведет ремонтные работы, украден. Украдены два моющих станка, весь электроинструмент. И вандальным способом выдернуты шланги подачи воды. Ну, помимо этого, еще и механические крыши в двух участках повреждены. То есть, либо по ней что-то тащили, либо умышленно чем-то царапали. Сегодня на месте происшествия работали сотрудники полиции. Проводился предварительный опрос жителей, а также осмотр места преступления. Буквально сейчас уже подвезут новое оборудование, компания продолжит свои ремонтные работы. И все ремонты будут завершены качественно и в срок. Ну, а те маленькие механические дефекты, строители сказали, что они их устранят. В связи с произошедшими событиями, ПЖКХ обращается за помощью к жильцам этой многоэтажки и прилегающих к ней домов в поимке преступников. Мало ли кто что-либо видел в окно в это вечернее время суток. Кто-то возвращался с работы, кто-то как раз проходил и, может быть, видел каких-то людей, тащащих какие-то коробки, ящики, грузящих их в машину или просто идущих с большим количеством инструмента. Будьте добры, обращаюсь к вам с просьбой звонить напрямую в абонентский отдел ПЖКХ, либо в аварийную службу, либо на мой рабочий номер телефона 239-2529 и сообщать любую имеющуюся у вас информацию по данному инциденту. По предварительным подсчетам, материальный ущерб, который причинен компанией, проводящей ремонтные работы, может составить около 3000 евро. Весной этого года на гарнизонном кладбище Талкопился прямо на поверхности земли, были обнаружены культурно-исторические ценности, боеприпасы и фрагменты человеческих останков. Эти объекты проявились в результате плановой расчистки территории под новые захоронения силами предприятия Лаби Картошина Д. На этой неделе к исследованию этого места приступили археологи Латвийского университета при поддержке ассистентов и работников Лаби Картошина Д. Как и предполагалось ранее, очищенная область гарнизонного кладбища представляет собой зону смешанных захоронений, относящихся к разным историческим эпохам. Часть из них представлена XIX веком, а другая часть – началом XX века. Не исключается, что здесь мог находиться и массовые захоронения времен Второй мировой войны. Некоторые цельные останки погребенных упокоены в гробах с ориентацией на запад, в то время как другие не имеют признаков культового погребения. Работа ведется. Археологи приступили на работе гарнизонных кладбищ, так как у нас договор заключен был и на крепость, и профессор Замитес и Рудовс Бруузес, который работает вместе с ассистентами еще, они попросили еще рабочих дополнительно, технику, которую мы выделили, Лаби Картошина, и работы ведутся. Они скрыли, конечно, и те могилы, которые были найдены до этого, и раскопки сделали дополнительные, и мы видим, что эта вся территория, честно говоря, использовалась под захоронение различных периодов, различных времен. Основная часть объектов собрана археологами с поверхности земли для классификации исследования, а также последующего захоронения. Однако, учитывая стихийный характер погребений, точный исторический анализ будет сделать очень непросто. Для этого самоправление постарается получить копии исторических чертежей кладбища из российских архивов. Беря в внимание все обстоятельства, пока городская дума склоняется к тому, чтобы прекратить дальнейшие гражданские захоронения на этой территории. Возможно, в перспективе здесь получится создать некрополь, вернув обратно те памятники и надгробия, которые предприятие Лаби Картошинаде вывезло на базу для хранения. Вопросов много. Конечно, итоги мы можем какие-то выводы сделать тогда, когда получим полное заключение. До конца этой недели они будут продолжать, конечно, работать в этом направлении, потом документацию получим, но тогда будем решать. Ну, сможем ли мы там гражданские захоронения продолжать или нет? Вопрос открытый, конечно, да. На гарнизонном кладбище по-прежнему действуют круглосуточные камеры видеонаблюдения, а полиция самоправления реагирует на подозрительные случаи присутствия людей в этой зоне. Сюжет подготовила отдел общественных отношений и маркетинга Дагубинской городской думы. И в завершении выпуска сообщаем о том, что начиная с этой недели на телеканале ЛРТ-ПРОС будет выходить новая программа «Прямой эфир» с Думой. Передачу на латышском языке смотрите каждую среду в 19 часов 30 минут, на русском – каждую пятницу, также в 19 часов 30 минут. У вас будет возможность задать вопросы напрямую руководителям городской думы, муниципальных предприятий и учреждений по телефону 654 07 669. Завтра гостем программы «Прямой эфир» с Думой станет глава Дагубинской региональной больницы Григорий Семенов. Начало передачи в 19 часов 30 минут.